10 мест на планете, свободных от автомобилей. Какие преимущества у жизни в городе без автомобилей? Мир и спокойствие, меньше загрязнений и больше физической активности, сохраненная природа. Сегодня мы живем в суетном мире, и на нашей планете осталось не так-то много мест, расположенных вдали от современной жизни. Огненный остров, Нью-Йорк, США. Прекрасный огненный остров в Нью-Йорке – одно из лучших мест в США для посещения в летнее время. На острове можно воочию увидеть самые лучшие в стране пляжи, нетронутую пустыню и другие исторические достопримечательности. Кроме того, огненный остров – территория без автомобилей. Несмотря на то, что эта земля считается частью Нью-Йорка, здесь не получится застать столичной суеты. Передвигаться по острову можно только пешком или на велосипеде, а до его берегов можно добраться на пароме или водном такси. Такие условия позволили сохранить остров от мусора и автомобильного транспорта. Сервисный аварийный транспорт разрешается к въезду на остров только в случаях чрезвычайной ситуации. Необычайная красота огненного острова каждый год привлекает множество туристов. Местные достопримечательности и дикая природа, гребли на каное и лодках, пешие туристические прогулки – всем этим можно насладиться здесь, на огненном острове. Фес-эль-Бали, Марокко. Средневековый город Фес-эль-Бали – самая большая в мире территория, свободная от транспорта. Представляя собой объект всемирного наследия, город славится своими древними памятниками и узкими улочками, на его территории насчитывается 9400 крутых тесных проходов. Именно эти улочки ограничивают использование транспортных средств. Единственный возможный способ увидеть город – пешие или велосипедные прогулки. Но в некоторых районах ширина прохода не превышает и 2 футов, так что проехать на велосипеде тоже не всегда представляется возможным. Остров Ламу, Кения. Остров Ламу – одна из самых интересных достопримечательностей в Восточной Европе. Его территория расположена в прибрежной зоне и входит в состав архипелага Ламу. Вместо автомобилей основным транспортом на острове являются ослы, а добраться до его земель можно только на лодке. Можно исследовать прекрасную территорию острова пешком или на велосипеде, погрузившись в тишину и спокойствие без машин и надоедливых сигналов. Ламу является узлом древнего арабского пути и одним из центров цивилизации Суахили. Помимо ознакомления с вехами истории, здесь также можно насладиться катанием на лодках и водных лыжах или подводным плаванием. Ла Кумбресита, Аргентина. Ла Кумбресита – небольшая красивая деревушка, расположенная в провинции Ри-Онегра. Ее территория является исключительно пешеходной зоной, и въезд автомобилей сюда строго запрещен. Деревня знаменита своей альпийской атмосферой, насладиться которой можно только прогулявшись по ее дворикам. Для туристических прогулок через поселение проложена 30-километровая асфальтированная дорога. На территории Ла Кумбресита действуют строгие правила политики эко-туризма – обязательно покинуть автомобиль при входе, а основная туристическая деятельность в деревне – пешие прогулки и кемпинг. Цермат, Швейцария. Цермат – небольшая деревенька, расположенная в швейцарских Альпах на высоте 1620 метров. В целях предотвращения загрязнения горного воздуха, автомобили здесь запрещены. Единственный способ попасть в деревню – поездка на знаменитом Ледниковом экспрессе, во время которой можно насладиться захватывающими видами гор, ущелий, долин и мостов. Познакомиться с жизнью селения можно, прогулявшись по его мощенным улочкам. Главная достопримечательность Цермат – открывающийся превосходный вид на величественную гору Матерхорн. Кроме прогулок и знакомства с местными красотами, здесь можно покататься на лыжах и сноуборде. Остров Гидро, Греция. Являясь частью Греции, в водах Эгейского моря расположился очень тихий и красивый остров Гидро. Основное действующее правило – отсутствие любых транспортных средств. Это позволяет не только предотвратить загрязнение воздуха, но и сохранить естественную природную красоту острова. Для того, чтобы осмотреть окрестности, можно выбрать лошадь, осла или водное такси. Прогуливаясь по прибрежным тропинкам острова Гидро, можно приятно провести время и насладиться знаменитыми видами манящего розового заката и бирюзовых волн моря. Макина Айланд, Ничиган, США. По территории Макина Айланд также нельзя передвигаться на автомобиле. Этот запрет вступил в силу еще в 1898 году, а добраться до одного из самых популярных летних курортов страны можно на небольшом самолете или лодке. Исключительное право передвижения предоставляется только аварийным транспортным средствам и служебным автомобилям. Знакомство с островом можно осуществить на лошади, велосипеде или пешком. Свободный от автомобильных колес Макина Айланд предстает перед туристами в лучшем виде, демонстрируя им свои естественные природные красоты. Сарк, Нормандия, Франция. Сарк – небольшой остров в составе нормандских островов. До острова не ведут автомобильные дороги и авиалинии, единственный способ добраться до его берегов – водный транспорт. А по самой территории Сарка можно передвигаться только на гужевых повозках, тракторах или велосипедах. Население острова составляет 600 человек, большинство из которых, как и туристы, ездят на велосипедах или повозках, а люди с ограниченными возможностями могут использовать моторизованные велосипеды. Геетурн, Нидерланды. В Нидерландах, в провинции Аверейсел расположилась маленькая и тихая деревушка Геетурн. Второе название – Голландская Венеция. Селение получило неспроста, как и знаменитый город, берега деревни соединены мостами, переброшенными над каналами. Геетурн абсолютно свободна от дорог и машин. Вокруг деревни раскинулся обширный национальный парк Девирибен-Видин, и на территории самого поселения также произрастает множество деревьев. Отсутствие машин и присутствие большого количества растительности поддерживают местный воздух чистым и свежим. На территории Геетурн проживает 2620 человек. Самый запоминающийся вид селения – бесшумная электрическая лодка, стоящая перед красочным домиком. Для знакомства с местными окрестностями можно нанять лодочку или взять велосипед. Венеция, Италия. Этот старинный город разделен 150 каналами на 117 маленьких островов, берега которых соединяются небольшими мостами. Венеция – крупнейшая зона Европы, не наводненная автомобилями, а основным транспортным путем в городе служат каналы. Турист может увидеть Венецию, прогуливаясь по ее улочкам или проплывая на лодках. Для жителей основным видом общественного транспорта являются водные такси, а для туристов предназначены знаменитые гондолы, которых на водной глади города насчитывается 350 единиц. Проплыть на гондоле через большой канал, самую большую водную артерию Венеции – главная цель приезжающих в город туристов.